Сварочный аппарат, электроды, очки, перчатки и молоток. Для этой профессии много инструментов не надо. Важнее отточить навыки. Очень интересно. Сложность, конечно, присутствует, потому что есть очень тонкости, которые надо учитывать. Таких, как угол наклона электрода, техника ведения. Это все очень влияет на качество и изготовление шва. Юра Воронин учится на сварщиках год. Впереди еще два курса. Он уверен, работать будет по своей специальности, ведь она востребована. А еще востребованы швеи, ткачи и операторы швейного оборудования. Шуйский многопрофильный колледж готовит и таких мастеров. Но иногда даже отличники могут быть не подготовлены к работе в реальных условиях. Ведь все обучение прошло за устаревшими машинками исключительно в стенах колледжа. Для меня, как для работодателя, очень важно, чтобы ребята приходили подготовленными. Чтобы, переступая проходную, у них не было страха, у них не было шока от того, что здесь большие машины, от того, что здесь идет технологический процесс. Модернизировать обучение поможет федеральный проект «Профессионалитет». В первую очередь, это программа о сотрудничестве между колледжами и предприятиями. Первые смогут посещать производство и пробовать работать за современными станками. Это тот инструментарий, который позволяет, а, понимать, в чем будет суть профессии, потому что вы будете проходить практику в реальных условиях. Б, самое главное, это гарантированное трудоустройство по окончании колледжа в рамках профессионалитета. Шуйский многопрофильный колледж выиграл в федеральном конкурсе и получил грант в размере 100 миллионов рублей. Эти деньги будут потрачены на модернизацию оборудования учебно-производственных мастерских, кластера профессионалитет, а также на капитальное строительство учебно-производственных мастерских. Новые швейные машинки, ткацкие станки, мебель и сам кластер расположатся в этом пространстве. Его планируют отремонтировать до неузнаваемости. Дизайн-проект уже разработан. Реализовать его должны к концу этого года. Алина Марычева, Дмитрий Добыш, телекомпания Барс.